Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» выступили на республиканских соревнованиях по летнему двоеборью среди лыжников. Глеб Трушкин занимается лыжами 12 лет. За плечами у него уже много гонок. Республиканские соревнования по летнему двоеборью среди лыжников в Саранске стали для спортсмена проверкой себя, контрольным стартом после летней подготовки. За третье место Глеб упорно боролся с лыжником из Пензы. Мы шли на равных, протащил за собой всю дистанцию и все равно не сдался. Сложность была в том, что очень крутые подъемы, очень была скользкая трасса, очень много было листьев. Из-за этого роллеры, можно сказать, простреливали. Было очень неудобно. Лыжное двоеборье прошло в два дня. В первый день спортсмены соревновались в гонке на лыжероллерах свободным стилем. На следующий день состоялась гонка-преследование классическим стилем. По итогам в своей возрастной группе Алина Дубова взяла золото, а Карина Миянкова заняла второе место. Девушки признаются, что эти соревнования дались им нелегко и для победы пришлось приложить большие усилия. Я каждый день ходила на тренировки, тренировалась, отдала себя на трассе, потратила все силы, в принципе. Первый день гонком я заняла первое место. Второй день я тоже заняла первое место. Это были догонялки в классическом стиле. Первый день дался нелегко. Даже, можно сказать, он вышел для меня неудачным. Второй день у нас была гонка-преследование. То есть по итогам первых соревнований нам давали старт. Сколько проиграл, через столько и стартуешь. Первый день, еще раз повторюсь, проехал плохо. Не того результата ждала. Достаточно много проиграла. Во второй день удалось попасть на пьедестал, догнала. Республиканские соревнования по летнему двоеборю среди лыжников проходят в Саранске традиционно каждый год в конце осени, после летних тренировок. Участвуют спортсмены в разных возрастных группах. География участников тоже обширная. Районы Нижегородской области и Республики Мордовии. Москва, Ульяновск, Самара, Пенза. От нашей спортивной школы, значит, я хочу сказать, что ребята все выступили очень хорошо, молодцы. Как бы мы, собственно, и надеялись, что ребята хорошо выступят. Значит, младшей девочке, это 8-9, была очень такая большая борьба. Потому что после первого дня у нас две девочки лидировали первое и второе место. Были это Алина Дубова и Валерия Гусалюк. А на второй день, значит, еще и к ним подключилась и Карина Мейнко. На этом летние соревнования у лыжников с Шор Атом завершились. Сейчас спортсмены готовятся к тренировочным сборам на первый снег в Сыктывкаре, после которых лыжники поедут на дворочные старты. Хоккейный клуб «Саров» провел мастер-класс для младших воспитанников спортивной школы Ледового дворца. Хоккейный клуб «Саров» провел мастер-класс для самых маленьких спортсменов Ледового дворца. Шести-семилетние ребята, которые совсем недавно пришли в спорт, с увлечением катались, выполняли упражнения, оттачивали приемы под руководством опытных профессионалов. Хоккей нравится, что там бегают, все шайбы кидают. Прочу научиться фишки оббегать. Мне нравится хоккей, потому что это моя любимая игра. А чему хочешь сегодня научиться? Я хочу сегодня научиться побольше гриблинг делать. Я люблю то, что на тебя все смотрят, все кричат, что ты хорошо играешь. А чему хочешь научиться на мастер-классе? Хочу научиться быстро ездить. Игроки хоккейный клуб «Саров» провели для малышей разминки, показали несколько упражнений на катание, поиграли в догонялки. Такие мастер-классы – полезный опыт для начинающих игроков. Уверены взрослые спортсмены. Каждый ребенок может подчеркнуть для себя что-то новое и применить это позже, играя с командой на матче. Такие мастер-классы нужны, чтобы привить больше любовь к хоккейу. Ну и показать, как правильно упражнения делаются, потому что дети иногда приходят позоровать. И провести время просто, выбеситься. И упражнения делаю так, ну, немного неправильно. Ну, так мы им покажем, расскажем секреты, какие сами знают. Хоккейный клуб «Саров» – прекрасный пример для подражания. В прошлом сезоне наши игроки выиграли золото областного чемпионата высшей лиги, а несколько дней назад завоевали еще один трофей – Кубок чемпионов Приволжского федерального округа. Мы стали чемпионами Кубка Приволжского федерального округа. Это как бы следующая стадия после областных соревнований. Это большой шаг. Посмотрим, что это выльется. Ждем пока решения федерации, что будет дальше, в Нижнем Новгороде. Федерации ждем дальше. То есть, либо будет чемпионат среди чемпионов, либо, если чемпионаты в других областях не проводились, значит, будет просто за третий сезон и только чемпионы Кубка Приволжского федерального округа. Сейчас хоккеисты готовятся к новому сезону областного чемпионата высшей лиги. 5 ноября в Ледовом дворце пройдет первый домашний матч. «Саров» встретится с давним соперником стартом из Таншаева. Девять команд. Одна команда Бору шла в первую лигу. За исключением всех остальных остались все те же самые команды. Активно готовились. Мы готовились. Кубок – это как открытие сезона получился. Ну, как показали, что команда готова. Посмотрим. Уже много лет в нашем городе есть секция виндсерфинга. Ее воспитанников учат вставать на доску, управлять парусом. Наш город удивителен не только своей научной спецификой, но и разнообразием увлечений саровчан. Так, единственный в регионе клуб виндсерфинга находится именно у нас в Сарове. Этим спортом увлекается много детей и взрослых. Ну, мы работали вместе с Григорием Ивановичем. Он предложил попробовать. Рассказал о своей секции виндсерфинга, что у него занимаются и дети, и взрослые. Ну, как бы я решила сначала попробовать. Потом меня поддержали и сын, и муж. Ну, вместе. На самом деле это удобно. Ребята, которые несколько лет занимаются в клубе виндсерфинга, центре внешкольной работы, уже имеют богатое портфолио. Спортсмены выступали на соревнованиях в Ейске, в Иксе. Надо встать, поднять парус. Ну, может быть, там привестись немножко. Парус там закрыть, чтобы ветер поймать там. Вставать на доску, держать равновесие, управлять парусом. Все эти движения требуют теоретической подготовки. Необходимо разбираться в физических законах, которые лежат в основе этого вида спорта. Только после этого следует практика. Когда мы приезжаем на протяжку к ангарам, мы достаем доски, шверты, плавники, парусы, собираем все это и выходим на воду. Григорий Старченко ведет занятия по виндсерфингу с 1987 года, а в центре внешкольной работы с 2007. Летом обучение проходит на воде, а в течение учебного года в ОБЦ в спортивном зале. Цель простая – получать как можно больше удовольствия. А как это получается, как это достигается, можно по-разному. Можно достигать наибольших скоростей, и это здорово. Можно научиться управлять парусом доской на большой волне. Это тоже здорово. Можно научиться высоко прыгать, это великолепно. Виндсерфинг – увлекательный и экстремальный вид спорта, который сможет разнообразить ваш отпуск. Начинайте тренироваться в Сарове, набирайтесь опыта, а после покоряйте морскую волну. Мастер-класс по скандинавской ходьбе провели для горожан на лыжной базе в рамках Дня пожилого человека. Чем шире шаг, тем шире у нас амплитуда движения. Инструктаж – первый этап мастер-класса по скандинавской ходьбе, который прошел на лыжной базе в рамках Дня пожилого человека. Его провела инструктор-методист с шоратом Светлана Кузьменко, чемпион Нижегородской области, бронзовый призер первого чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба среди женщин». Она рассказала собравшимся о технике скандинавской ходьбы, объяснила, как правильно выбирать инвентарь, чтобы занятия на свежем воздухе приносили максимальную пользу. У пожилых людей не так широк спектр выбора видов спорта. Бегать им уже тяжело, плавать тоже не каждый в бассейн пойдет. А здесь очень замечательно. Все проходит на природе, в приятной обстановке, в компании единомышленников. Как говорится, дорогой инвентарь не нужен. Взял палки и пошел наслаждаться природой, получать заряд бодрости, энергии и позитива. Занятия провели на улице, начали с разминки, сделали подводящее упражнение. Затем приступили к скандинавской ходьбе. За техникой исполнения упражнений следила Светлана, давала советы, как улучшить навык и как правильно увеличивать нагрузку. Мы вышли на пенсию и стали более активно заниматься. Катаемся на лыжах, зимой велосипеды. Когда приглашают на скандинавскую ходьбу, я сначала думала, что это сложновато, а потом поняла, что это практически те же самые лыжи. Двигаешься, палочки как-то идут в такт, и все получается. В конце занятия участники смогли пообщаться со Светланой Кузьменко и лично расспросить ее обо всех особенностях скандинавской ходьбы.